День добрый, добро пожаловать! С вами я, Хэг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Guns'n'Robots. Эта игра только-только вышла в открытую бету, но я уже поиграл немножко в закрытую бету благодаря подписчику с ником Vampyrsha. К сожалению, я от Ника не знаю, девушка это или парень, мужчина или женщина, но большое-большое спасибо вам за ключ, я смог ознакомиться с игрой и теперь готов дать вам обзор. Итак, давайте посмотрим, давайте построим себе полностью нового робота. Робот строится из модулей, которые нужно в свою очередь построить. Модули строятся вот здесь вот. Давайте теперь построим себе базу, а то есть база, которой я еще не пользовался, это вот эта вот штука. Так, давайте возьмем батарейку, в нее поставим. Все, у нас этот модуль есть. Следующий модуль, модуль тела. Тело, которым я не пользовался, это вот такое вот тельце. Хорошо. В него опять же батарейку и сохраняем. Следующее, это нам нужно сделать две руки. По-моему, рук и руки я все-все-все использовал, поэтому давайте пойдем купим себе бесплатных рук, бесплатного оружия. И я куплю себе вот этого оружия. Да, купить. И еще раз купить. Оно, так как это начальные детали, они бесплатные, можно набирать сколько угодно. Но нужно набирать их, а то есть они у нас заканчиваются. Давайте я возьму эту руку. И еще раз. Так, хорошо. И... Па-па-па-па-па-па. Где они у нас? А, вот. Вот рука. Хорошо. К ней мы... Оп. Все, отлично. Сохраняем. И еще один рука. И еще раз. Бам. Все. Вроде бы... Да, вроде бы все. Голова не является модулем, она является деталью, которую можно купить, которую можно поставить. Ну, давайте пойдем, выйдем отсюда. Постройку робота. И у меня еще одно свободное место. Давайте тогда начнем. А то есть у нас есть база, которую я тогда выбрал. Дважды щелкаем. У нас есть тело, которое я себе сделал. У нас есть руки. Па-па-па-па-па-па. Как они выглядят? Это вот эти вот? Да, вот они. Еще раз. Да. И голова, которую я не использую. А то есть вот она голова. Все, отлично. У нас готов робот, и мы готовы идти расстреливать кого-нибудь. Зарабатывать денежку в матчах. Но пока мы не отправимся туда, посмотрим пока что на магазин. В магазине есть бесплатные детали. А то есть базовые детали, есть дорогие детали, есть средние детали. А то есть пока что я видел три сорта деталей. А то мы можем посмотреть на это. Так, давайте самое дорогое. То есть видите, три точечки возле деталей. Это очень мощное, дорогое оружие. Или мощная, дорогая база. Это, скажем так, и является прогрессией этой игры. То есть чем больше вы играете, тем больше вы себе сможете позволить детали, тем мощнее вы станете. Конечно же, здесь присутствует элемент доната, в котором вы просто покупаете себе деньги и быстрее можете открыть детали. Но это сбалансировано. И если вам нравится игра, то почему бы не дать разработчикам пару монет и не ускорить свой прогресс. Итак, давайте я сейчас сразу же отправлюсь в матч. О, мне просто нужно новому роботу. Так, патронов. Так, патронов. Так как у меня оружие бесплатное, то и патроны для него бесплатные. Поэтому все, я готов. Я могу отправляться. Что? Что тебе не нравится? А, все, хорошо. Если я не ошибаюсь, я сейчас почему-то играю с испанцами. То есть, не знаю. И им почему-то игра не нравится. И почему им игра не нравится, я могу вам сказать сразу же. А то есть, скажем так, на бумаге эта игра очень интересная. То есть, ууу, мы строим роботов. Ууу, мы стреляем. То есть, используем то, что мы построили. И, например, в бою мы можем модули, которые мы ставили, ломать. То есть, мы можем базу сломать, чтобы демобилизировать робота. Мы можем стрелять в тело. Если оно взорвется, то робот полностью взорвется. И мы можем отстрелить роботу голову. Если мы это сделаем, то инвертируется управление. То есть, нам будет очень-очень тяжело управлять. У нас будет вперед, а то назад. Влево это будет справа. Что, по идее, само по себе очень весело. И, опять же, то есть, по идее. Все по идее, по идее, по идее. Но, если и когда мы загрузимся в матч, то я вам сейчас уже скажу, что мне мешает. А то есть, мне мешает то, что здесь не хватает вот такой вот изюминки. А то есть, или того, что роботы и вправду обалденно взрываются. То, что каждый выстрел, который я отпускаю, то есть, выстреливаю, он взрывается об робота, в которого я стреляю. Или то, что какие-то специальные звуковые эффекты. А то есть, просто удовольствие от самого процесса. Удовольствие от процесса со сборки робота? Да, оно есть. Ну, интересно собирать, смешивать разные детали. Есть это. А вот удовольствие от геймплея, его, к сожалению, нету. А то есть, у нас есть робот, у нас есть команда. Обычно мы играем 3 на 3. И это Deathmatch. Здесь есть еще... То есть, по-моему, есть охота за флагом вражеским. Но я пока что в это не играл. Deathmatch этого хватит. Что здесь хорошо сделано? Это уровни. А то есть, они, скажем так, трехмерные. Здесь можно забираться на другой этаж. Здесь можно прятаться, стрелять из окон и дверей. Чтобы вас, ваши враги, не видели. Это все есть. Это все отлично сделано. Это и вправду интересно. Но вот сама по себе стрельба. Само по себе управление роботом, который, видите, он просто катается туда-сюда. То, как я стреляю, это такие маленькие пуки. И я понимаю, что, может быть, большое оружие, которое будет попозже, будет намного интереснее. Но, может быть, я просто не доиграю до того момента, когда мне станет интересно играть в него. Вот, мне сначала отстрелили ноги, а потом взорвали меня полностью. И, может быть, еще одна вещь, которую я хочу покритиковать, это то, что как только один товарищ в команде умирает, то, считайте, у остальных нету шансов. Потому что в группе роботы, когда они намного мощнее, чем один робот, у нас нету никаких шансов противостоять их огневой мощи. У нас нету возможности увернуться, подпрыгнуть, перекатиться. Мы можем заехать в здание, но это, опять же, мы заедем туда медленно. То есть, нету динамики, нету чего-то такого, что, ммм, класс, да, вот я хочу за этим вернуться. Я хочу опять вернуться в эту игру, чтобы почувствовать. Этого нету. И, знаете, я, конечно же, это сравнение абсолютно никакое, то есть, с Warframe. Warframe, по идее, опять же, мы охотимся за Элиэдами. Нам приходится долго фармить материалы на новые вещи, искать какие-то блюпринты. Но в эту игру я возвращаюсь, потому что там шикарное ощущение того, как я могу передвигаться, того, как я могу стрелять, того, как я могу разрезать роботов, то есть, Элиэнов, ну и роботов своим мечом. Это то, зачем я возвращаюсь. Это элементы геймплея, которые мне и вправду нравятся. Здесь этого, по крайней мере, пока что нету. Это открытая бета, может быть, это измениться, может быть, разработчики добавят, знаете, вот такого вот... Ммм, да, вот, я хочу, вот, вот, я сделал своего робота и пойду покрошу кого-нибудь. Этого нету. Если они добавят, то да, можно будет спокойно играть в эту игру. Пока что это такая игра, где... Покликал, поиграл немножко, матчи короткие, веселые, но это... это игра на пару часов. Потом она начинает надоедать, к сожалению. Посмотрите сами. Она бесплатная, можно скачать, попробовать. Может быть, вас зацепят, может быть, я видел слишком много онлайн-шутеров, и они мне уже начали надоедать, и я, знаете, я вот именно ищу чего-то и вправду хорошего, качественного. Это пока что средненькое, и для меня средненькое, это... это недостаточно. И я тогда говорю большое-большое спасибо за внимание, еще раз большое спасибо подписчику с ником вампирше за ключ для закрытой беты, и я тогда говорю... А, я уже вам сказал большое спасибо, и мы увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok